Здравствуйте, я Анна Матвеева, писатель. Сегодня я расскажу вам о своей новой книге, которая называется «Катя едет в Сочи». Это сборник рассказов, и поскольку я пишу в основном не даже сборники, а скорее циклы рассказов, в них всегда есть какая-то общая идея, общая тема. В новом сборнике это двойники. Не то чтобы у каждого героя этой книги был двойник, но каждый историй присутствует некая рифма, рифма судьбы, какие-то неожиданные параллели, которые происходят в судьбах героев. И иногда это действительно самые настоящие двойники, которые внезапно вдруг появляются в жизни. Я считаю, что двойник вообще есть у каждого из нас. Во всяком случае, можно поискать его, например, на картинах, среди произведений искусства. Но точно также есть люди в нашей жизни, которые каким-то удивительным образом повторяют на каком-то этапе часть нашей собственной истории, часть нашей собственной судьбы. Совершенно необязательно эти люди могут быть с нами связаны родственными узами. Все происходит немножко не так. Собственно говоря, вот об этом эта книга. Истории очень разные. Есть в ней рассказ про афериста, который занимался самыми разными вещами, не всегда правильными и хорошими. Но тем не менее, он, по-моему, получился не абсолютно отрицательный. Мне, во всяком случае, не хотелось, чтобы он вызывал такие ощущения у читателей. Есть в нем история про кровавые убийства и жертвоприношения. Есть любовная история. Собственно говоря, Катя едет в Сочи. Это история про любовь, потому что без любви нет ни литературы, ни жизни, вообще ничего. И какие-то тексты основаны на реальных событиях. Это новелла «Слова». Она посвящена художнику Миши Брусиловскому и его жене Тане. Я очень давно хотела написать эту историю и рада, что наконец я это сделала, выполнила. Это обещание, данное самой себе. Я думаю, что эта книга будет интересна широкой аудитории. Мне бы очень этого хотелось.